Доброго времени суток, уважаемые пользователи канала Magic Box. С вами Magic Device, Goho, PSP и Bertie Smile. И продолжаем баловать вас вещицами на PlayStation 4. На этот раз дополнение для игры в Evil Within. Две штучки DLC. Одно дополнение вышло где-то в январе. В общем, зимой этого года. А второе дополнение это свежачок буквально в день-два. Поэтому такой эксклюзивчик от нас для вас. И Вован сейчас нас ведет в эту страну ужасов и расскажет, что чего. Как мы знаем, оригинальная The Evil Within, она была такой своеобразный сюжет, который запутан и в итоге не объяснен. И вот эти два сюжетных дополнения, где мы играем за Кидман, напарницей главного героя, Себастьяна. И именно в этих дополнениях идет объяснение сюжета. Вот в первом мы вам и первое, и второе подвержим. Да, да, немного того, немного того, да. В первом ничего не объяснено. То есть вы просто бегаете. Что такое, вообще непонятно. Ну, вроде как, во втором все как раз-таки уже разжевано. Вот я с вами по полочкам, да. Мы пока не знаем, мы пока не пробовали. Ну, наверное, сразу хочу сказать, что здесь будут небольшие спойлеры, наверное, да, к основному сюжету. То есть, если вы не играли в оригинальную игру и хотите играть, я думаю, я... На свой страх и сейчас смотрите этот тест-драйв. Потому что мы кое-какие секреты вам приоткроем. Вот, ну... То есть действие событий игры начинается... В том моменте, когда... Да, когда разбивается из психиатрической больницы, правильно? Автомобиль, да, в самом начале. То есть как только мы набираемся из психиатрической больницы, едем по этому страшному городу, но это вы все у меня есть. Мы сразу видим хороший ракурс на парнице, который... С кроватой задницы, да. В прямом смысле слово раком выползает из этого автобуса, да. Ну, сразу хочу сказать, мы не будем проходить все дополнение. Да, мы просто... Оно, кстати, такое же большое, часа два где-то будет. Ну, берем три. Слендермен там стоит. Решили переплести все. Есть. Вот пришел у нас, да, человек, который увидел закрытую дверь и все равно туда ломанулся. Это как один рейк. Вот, но мы продолжаем. Здесь все экраны. Итак, отличительное отличие. Вот это первое дополнение. То, что мы не можем стрелять. У нас просто не из чего стрелять. Не из чего, да. Пару раз в игре встречается момент, когда вам дают пистолет, но это ненадолго. То есть, вся игра сводится к пряткам. То есть, вы прячетесь, убегаете, отвлекаете внимание врагов. Ну, то есть, такое необычное... Месточечка такая стрёмная, на самом деле, она попала. На самом деле, это нереальность. Такой спойлер, да? А это... А это... Какой-то потусторонний мир или что ли? Это не совсем. Это, я так понял, все происходит в мозгах. Оба! Я, честно, так и не разобрался, потому что второе дополнение не прошло. Я даже не знаю вообще, что там происходит. Вообще, короче, запутан. Где вообще все это происходит? Как они туда подключаются? Ну, по ходу игры вы можете находить всякие записи, слушать, читать, слушать и составлять свое мнение о том, что здесь творится. Ну, может быть, это из таких плюсов этой игры, некая такая необычность сюжета, нет никакой прямоты, когда ты... Тебе в конце... Ты убиваешь главного врага и все. Ты понимаешь, чуть ли не с начала игры, понимаешь вообще, о чем игра. И вопрос задается, а что было-то вообще? Да получается, что ты до конца в неведении находишься. Вообще, о чем вообще эта история и что к чему? Да. А тут вот немножко по-другому сделали. С индиви-ми каме решил пойти другим путем. Вся игра пляшет вокруг чего-то необычного. Какое-то... Такое ощущение, что даже он сам не знает, о чем и что он снимал, как говорится. Мизык пути нет. Как он говорит, голос. Идут какие-то помехи. То есть, как бы нам намекает на том, что если при игре за Себастьяна, это именно таких вот намеков. А, кстати, не помню, были они или нет. Слушай, ну и в первом, и во втором дополнении, то есть главная героиня она, да? Это Пальни Сева? Да. То есть оба дополнения у нас идет за эту девицу. Прекрасную. То есть головные боли, все идет. Как будто плохая запись. Да, но сделано вот это оригинально. На самом деле, это просто голову рушит на нет. Ну, сама по себе игра, я сказал, такая специфичная. То есть, действительно, сдвиги мне есть явно. Помнишь, как на PSP была игрушка, когда камера в психиатрической... Эта картинка... Споверху нет, этот... Манханты. Манханты, да. Да, есть такое дело сразу, что... Да, на PSP была. Она была и на персональном компьютере. Да. Но мы-то как старые PSP-шники. Ну, вот, нас сейчас вводят в курс дела. Я так понял, это наш босс. Это было раньше, да? То есть, это воспоминания, отголоски воспоминания, я так понял. А вот я не знаю. Потому что тут многие события, они как-то непонятные. То есть, не сам разработчик-то не понимает, что происходит. Он просто взял разные моменты игры, решил склеить их по-разному, и получилось что-то такое непонятное. То есть, только что мы были в лесу, и бац, а мы уже находимся в офисном здании, в очень красивом офисном здании. По поводу графики, да, тут... У нас своеобразно. Я не могу сказать, что, ну, сам движок здесь, конечно, немного устаревший, но... Мне кажется, я прямо нахожусь в Газпроме. Вот в Газпроме, в одном из офисов Газпрома, из таких ключевых, вот есть точно такая же, как оранжерия, то есть, вот идет офис, да, офис, и вот такие же, вот точно, вот такие же залы с цветами, со всеми сразительными. Все очень красиво. Да, продолжай, извиня, я тебя перебил. Думаю, в Газпроме не были. В плане же графики, да, все то же самое, что и было в The Evil Within до этого. Да. Только, может быть, не так все серо, потому что я... Цветочки есть такие хорошенькие, да? Сама The Evil Within была очень серой и чем-то даже по своей графике напоминала 4-й резидент. Ну, а даже разработчики, ну, как разработчики говорят, что они пытаются, да, сделать что-то такое подобное, что было в Resident Evil 4, хотя на самом деле я считаю Resident Evil 4 не самым удачным резидентом, который выходил в таком формате. То есть я от него получил, конечно, удовольствие, да, но не такое, что прям дрожало сердце, как это было в первых трёх частях, на PS1 ещё. Resident Evil 4 это был новый шаг в серии. Да, это замена на новый шаг. Он был в серию, конечно, на другой уровень, добавив экшена, убавив сервера и хоррора, в принципе, да? Да, да. То есть больше беги-мачи, большие волосы. Но тот же шаг сделал Silent Hill 1 ещё, когда выходил, то есть, да, если сравнить Resident Evil первые три части, Silent Hill первую часть, то в Resident Evil мы двигались по статической картинке. Ну да, Silent Hill перемещались по городу. Да, перемещались по городу, причём, как бы, всё было, ну, почти что третьего лица. То есть всё. Прорыв был виден налицо у Konami и у Capcom. С самого начала дополнения идёт просто какое-то разрушение. Взрев мозг, да. Да, я предлагаю немного сейчас прерваться, потому что пока мы сейчас доковыляем до самого интересного, показать вообще, что здесь, что вообще к чему представляет из себя игра, поэтому сейчас немного прервёмся. Да, и будем продолжать. Итак, вот мы дошли до непосредственно самого геймплея, ну, и раньше он был, просто именно к самой прохождению. В таком, всё там кровь, что ли, была? Смотри, такой вот, труб что ли, валялся? Ну да, здесь какие-то гонки скорее. Ой, ооо, ты кого пропустил, да? Ты посмотришь, ой, фу. Лучше бы я об этом не говорил. В общем, вся суть, как я уже говорил, этого дополнения замешана как раз-таки на прятках. Для открыть завесу тайны. То есть, ты, вас посылают вот в эту вот стим, или как я, я даже не могу сказать, посылают вас, или это просто очередной бред, который произошёл внутри головы. Сейчас напоминает мне момент обитель зла, фильм, когда девушка была в госпитале, прям вот отчётливо. А что лицо не показывает? Вот, это какая-то странность, то есть даже когда мы якобы были в реальности, у всех людей, которых мы встречаем, были вот так вот замутнённые лица. Мне кажется, она под чем-то, ребят. Вся игра делалась под большой накуркой. В чём непонятно чего ещё они курили. Такие звуки страшные, да? Ну да, тут встречаются. Тут опять человек писает какие-то. Какие-то звуки там разрывают. Знаешь, в какой-то лаборатории кого-то убивают, а? Такие страшные звуки, кто-то ползает. Мясобойня какая-то. Котобойня какая-то. Господи. Посмотри, что это такое? Он там бегает как-то. А это местный босс. Местный аналог того босса из Эвил Висон с сейфом на голове. Посмотри, вниз ты ему по части тела-то оторвало. Не каждый день такого видишь, а? Да. Так что это кавайная медсестричка, которая здесь бегает. Очень даже милая. Я вам даже если мы успеем до нее дойти. Если она не убежит, да? Кровь, господи. А что творится? Все наверх. Ты пропускаешь самые такие страшные моменты. Должен? А, вот. Вот сверху. Видишь, что-то капает. А вот теперь мы должны прятаться, да? Да, нам теперь рассказывают, что мы должны прятаться, выглядывать, приманивать. А фонарик мы тоже должны в этом моменте? Вот, кстати, нет. Это не обязательно. Враги абсолютно не обращают внимания на фонарик. Что-то опять сверху. Что ты делаешь? Тебя видят. А, ему все равно. Кто там с ножом рядом стоит, пытается его убить. Ну, я, к сожалению, уже прошел, поэтому... Я знаю, что здесь делать. Я знаю, что здесь делать. Опять, вот этот момент, как в The Evil Eason, оригинальном. А, вот прячемся, да? Прячемся в шкафу, да. Правда, никого нет, почему? Мы спрятались просто так, чтобы показать, что такое можно делать, да? Ну, можно сделать. На самом деле, нужно сначала отодвинуть мусорный бак, а потом спрятаться еще раз, да? А потом спрятаться еще раз. Ну, как говорится, здесь без 100 грамм не разберешься. А можно не спрятаться? Поэтому, если вы собрались поиграть в эту игру, да? Вот, кстати, как в The Last of Us можно подбирать бутылки и кидаться им. Бутылка неслабая такая. Да, такой один раз кинешь-то. Что мы делаем? Ну, игра, вот это дополнение, голову порушит наружу. Вот там еще кто-то идет светящийся. В голову, прям в голову. Попал. Опять, ну, у нас вся игра, походу, заключается в том, чтобы бегать пока... Ну, да. Вообще, по идее, вы должны здесь прятаться, как бы приманивать врагов. О, господи, кто-то там еще бегает тут, блин. Знаешь, я бы смотрю, смесь Last of Us? Ну, как бы, поняв... Это была медсестичка? Нет, это был очередной зомбак. Поняв просто механику всей этой игры, она начинает становиться довольно простой. То есть, не обязательно прятаться, можно пробежать. Ну, пока главный героиня будет отвечать на телефон, мы будем двигаться, наверное, еще немножко дальше и покажем вам, может быть, еще какие-то разнообразные вещи в этом дополнении. Так, где мы сейчас? О, нашли мою сим-карту, которую я потерял 20 лет назад. О, там может стучиться, да? Он может открыть дверь? В том-то и дело, что он сейчас... Откроет дверь, да? Откроет дверь и забежит. Более того, сейчас прибежит и босс. И, наверное, мы на этом как раз-таки покажем босса, покажем, как он вас красиво жрет. Вот, вот это мы любим, да. Какие красивые глаза, а? О, это что? О, босс сказал нефига, вперед батьки, входить в кабинет. То есть, они даже друг друга жрут, смотри, будут бояться. Нифига он там сожрал. Это она или вон? Что такое? И он сейчас будет колбасить ее? Нифига он там светит. Ой. Ну давай будем. Здорова. Куда понежу? О, нихрена себе она там. Вот это да. Вот это да. Вот это девушка. Опять ноги. 30 лет в модельном бизнесе просто так не проходит, называется это. Даже походка изменилась. О, да, да. О, пнул ее, смотри, смотри. Вау. Просто вкусняшно. Просто вкусняшно. Приятного аппетита, уважаемый пользователь. Давайте будем смотреть DLC второе, да, на этом позитивном моменте. Нам надо переключиться, да? Да. Окей. Ну и показав немного, что было в первом DLC, да, дополнение игры для PS4 и Evil Within, не буду спрашивать Володю, что творится во втором дополнении, потому что… Я даже не знаю. Он сам не знает, потому что работники не знают. Такой вынос мозга. Просто вы лицезрите, уважаемые подписчики, сами смотрите вот даже вот этот портрет на заставке. Отвечается от того, что был до этого, да? Явно, да. Вам покажет, что здесь не все так просто. И давайте вот посмотрим, что же… Это совершенно свежак, буквально несколько дней назад, нам или вчера, или позавчера. Ну да, вышел. Вышел и вам наконец-то мы предоставим понаблюдать, что же будет происходить. Ну, как говорят, вроде как нам Кидман дадут пострелять. О! То есть теперь мы не только прячемся, да, и бьем бутылками. Мы можем прятаться. Давайте скиднем ролик, если что, сами посмотрите. Так, чтобы было видно прорисовывающего меня. Ну, после всех косморов, чтобы был в первом дополнении, да. Это как раз таки вот минус этого движка, он же использовался, да, в Wolfenstein, если я не ошибаюсь, и в многих других играх. Идет оптимизация после того, как появилась картинка. Да, то есть он не сразу подгружает, не всегда. Да, померит, там подгружает сама игра. Текстуры. Смотри, мне, по-моему, валы на слевой стороне в этом… В кобуре? В кобуре. Нет, нет, просто кобура. Просто кобура. У нас сразу кидает третий эпизод, потому что в первом и втором… Это было первое DLC, да? В первом DLC у нас был только первый и второй эпизод. Интересно, сколько здесь было? Опять начинается наркомания. Посмотрите, мы вышли из такого чудного, такого прекрасного, красивого места и попали в какую-то… жопу. Да. Какая была приятная больничка с плюшевыми котятами на кресле. Да. Так хорошо спали, да. Да, мяукали, мяукали. Да, кстати, это то самое место… Из оригинального… Из оригинального, да. Вот в этой камере. Где Себастьем просыпался каждый раз. Себастьем просыпался, да. И бегал к своей любимой медсестре. И мне всегда, кстати, было интересно, что находится вот здесь вот. Потому что он в какой-то момент даже обратил внимание на эту камеру, но не смог рассмотреть, что там. Вот теперь мы знаем. И здесь он помечен. Да, здесь… Теперь мы знаем. Смотри, еще одна камера, да? Вот здесь… Да, ну вот в этот мы заходили по ходу… А, в сюжет заходили. Странно. Да. Ну и какой-то небольшой заторчик, да. Мы сразу же в начале этого дополнения сталкиваемся с проблемой, куда нам идти, да. Куда нам идти, да. А нам идти сюда. А, это… Вот. Это как и было до этого, да. И опять никто не знает, что происходит. Старая добрая сестра, которая нам еще не ощущает. Вечно молодая. Да. Вечно пьяная. О, ну и сразу начинается кислородная стерва. Что-то там разносит нам. Что в параллельном мире, да, где, в принципе, ничего такого быть не может. Ну, это же… Не совсем… Это же уже… Эпизод 3, это третий сигарет уже, пока. А тут мы видим, что с нами делали. То есть… Пока нас мало. Наблюдаем, да. И пропали. Ну, серьезно, серьезно, очень такое психологическое давление на игрока, который, если сидит в темной комнате и вообще занимается тем, что играет в это дополнение, да. Поэтому, когда Володя приехал к нам в студию сегодня, я думаю, что же он не идет, как обычно. Он шел, он крался. Крался и оглядывался. Да, поэтому… Теперь мне понятно, почему все так происходит. Он просто ночью переиграл за его лизом. Либо не доиграл. Что вполне вероятно. Потому что его уже гложет до сих пор. О чем? О чем? О чем это самое дополнение, да? Что происходит в этой игре? Я специально игру не продавал на протяжении стольких месяцев. Ждал, когда же выпустят эти дополнения, чтобы мне наконец-то объяснили, что вообще здесь происходит. получил очередную дозу взрыва мозга, да? Дополнения вышли, как мы знаем, без самой игры они не запустятся. То есть такой вот… Грамотный ход того, чтобы… Включение к сети нужно? Ну, не знаю. Видимо… Вообще, скорее всего, нет. Теперь мы закончим в каждой двери, я так понял. Наверное. Вот сейчас идет небольшой спойлер, ребята. Поэтому… Все скипнем. Не будем вам его показывать. За нее мы зашли в каждую комнату, заметите. Себастьину такого не дозволялось. Не дозволялось. Он входил только вдаль, вот в эти двери. Я помню, он только зайти. Ну, выйти из зеркала мы не можем. Поговорить с девушкой, она тебе будет что-то с мозгами делать, как со старым домом. И погоди там, где вот эта стена рушилась. Может там что-то? Может быть. А там уже написано, как дверь. А там уже дверь, да. Вот она. Со звездочками. Кстати, вот в предыдущей, в первом DLC, мы могли вот как раз таки фонариком освещать что-то. Да. Когда вы видите на стене, на стене вот такие знаки, если вы светите на них фонариком, то появляются там двери или еще какие-нибудь вещи. Попробуй зайти к ней за стойкой может быть. А. Мы просто не дошли до еще одной двери. Ну там за стойкой тоже все может попасть. Ну то самое место, где живет граммофон и кот. С розовой лентой. О, господи. А вот она. Медсестра, да? Это же медсестра, правильно? А вот это, которая нас сжила во втором дополнении. В первом. О, в первом. Во втором эпизоде. Это же то самое место, где Себастин себе открывал ящички, правильно, ключами? Только оно сейчас все заставлено почему-то. Опять босс, ну в общем, реально, реально, уважаемые подписчики, посмотрите, здесь шеф, да. Взрыв мозга. Вот лично я лицезрею, да, и вообще ничего не понимаю, что здесь творится. Такая атмосфера, которая действительно давит. Давит на все, что можно. В общем, разработчики, у них получилось сделать такую атмосферу. Да, постарались, вот зашли к ней, надо ее обыскать, забрать всю выручку, я не знаю, еще. Ага, смотри, дверь открылась еще раз. О, теперь вот, все, мы просветили. Класс. Теперь можем войти в нее. Смотри, как ее открыли, да, она такая вообще пробурива. Своим фонарем. Фонарем, можно сказать, пространство. И смотри, темно, просто ничего нету. О, все. Дэвил Макрейт. Такая матрица. Да, уровень с боссом, где мы делали все в новостях, да? Да, да, да. Ох, ностальгия. Почему же мы в ностальгии? Не так давно это было, да? Ну как не так давно? Последний Дэвил Макрейт. Ну, это было года два назад, да. Ну, это переиздание, это не то. Мы снимали еще самую-самую первую версию на Xbox еще. Или на игру что-то. Да, на боксе мы его снимали. Есть у нас тест-драйв. Ну, кстати, здесь нету ни прокачки, ни... Да. То есть DLC было сделано без RPG составляющих, да? Без RPG элементов. Оружие, по крайней мере, в первом DLC мы не находили. Гель тоже. То есть игра идет пассивная, как я бы даже сказал. Аптечек тоже там вроде нет. Здесь больше, наверное, устремлена была цель разработчиков Назыров мозга, чем на всякие... Да. Это как напарники в Resident Evil 6, которые тоже толком ничего не могут сделать. Бегают с тобой тупо, им помогают куда-нибудь залезть. Серьезно, серьезная игра. Я реально вот сам стою, сейчас загрузился, очень круто. Мы даже не знаем, что сказать в этой ситуации. Даже фразы у меня проскакивают, да? Я немножко постою в шоке, да? Но, по сожалению, мы и стрелять не можем. Зомби, зомби. Встал и убежал. Зомби. Он нас не видит просто. Вот, его сейчас что-то кинуть. Все, все, попадался. Да, ну и вот поцелуй, поцелуй черного ангела. Ну, а тебе вот так. Очень хорошо. Скорее всего, да, тут нужно было тоже прятаться. Но Вов решил пойти на пролом. Да, он не ищет легких путей. Он решил показать, как он Супермен. Решил дать этому зомби отпор и убежать. Господи, это не смотри. Сейчас упадет, смотри, точно упадет. Да, в зомби. Все, фонарик-то больше нет. Какой-то получился зомби на порт. Все, фонарик. Попогас. То есть, скорее всего, с этого момента и начинается… Римбо. 3. И вот куда нам теперь идти? Да, нам ничего не видно. Кстати, на максимальной сложности Курияма в первом эпизоде примерно то же самое было. Нету никаких источников света. Вон, вон, вон. Что можно было сделать? Волшебную палочку. Фонарик. Фонарик, да. Либо разработчики в инструкции DLC, они сказали, выключите в тот момент, когда вы попадете на этот уровень свет в комнате, оденьте специальные очки, которые приводятся к пакетике DLC и двигайтесь вперед, либо в те двери, которые… Ты можешь кинуть сейчас куда-нибудь и идти на свет. То есть, тебе так будет проще, мне кажется, чем ходить и непонятно… Вот. Во! Гоша разнал! И кидать их можно много, что ли? Да, чувствуется и просто по накидать и ходить. Здорово можно. А можно по накидать и позвать друзей, включить музоны, первые вечерицы. Иди в диктепоте, да? Да, да, да. А я все думал, о каких палочках ребята писали на форумах? Да. И что они рамки стали, да? Зато все видно, что это удобно. Да, молодец, Гошан сегодня получает подарок от нашего канала. Это бесплатную подписку и процент от рекламы, да. Да, 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 да. Вот. Поэтому… Волшебные зеленые палочки. Ищем фонарик. Нет, туда пока не лезь, иди возьми свой фонарик. Фонарик уже все, судя по всему. Она вот так, ну смотри, ничего не видно. Так же, как и дорога. Дорога в никуда. Страна. А зачем мы сюда ездим? Не знаю. Да, надо у тебя спросить. Зачем ты туда лез? Скорее всего здесь есть какие-то, значит… Кстати, интересно, почему в руках он не светится? Нет, он светится, но очень плохо. Это же знаешь, как такие фонарики, ты их ломаешь или третешь, они сильно сидят сильнее. Ну да, да. Изменить центр. Ну вот это почему в руках вопрос? Так ты его не ломаешь в руках, а ты… А лестница не была здесь? Это мы отмесли мы с ней спустились. А, спустились мы с ней. Ты же… О, вкусняшка? Нет? Да, вкусняшка. Овсянка. Все. И на тебе еще фонариком по голове, да? Ну вот мы… И разноцветных. Не только зеленых, да? О, видишь, нашли, как говорится, путь, проход. Ну пока все склоняется к тому, что просто бежим бросать и не надо. То есть мы бросаем, бежим и ищем. А что ищем, никто не знает. Дверь. Тихо-тихо, там зомби какой-то спереди, посмотри. Ну, как сказать. А, может, иди забрать еще что-то. Что такое? Заказ. Слушай, ну так вообще удобно. Даже, мне кажется, получше фонарик будет, да? Ты идешь и кидаешь вперед. Фонарик удобней. Да мне надо каждый раз кидать, да? Зато видно-то, видно, как далеко, посмотри. Кинул на предположенный конец комнаты и все хорошо. Ну пока все как-то угнетает, да? То есть мы идем, ничего толком не видно. Мало ли кто сейчас из-за угла воскичит. И упустит за наш нежный замок. Опа-па.. Во-па-па. Кто-то быстрее быстрее быстрее. И включаем свет. Свет, это свет, это свет? Нет, это не свет. Посмотри кто там был. А ты пропустил. кто-то был кто-то был кто-то нас убить но мы включили все так хорошо и немного побродив покидать в зеленые фонарики на нас вот напали в небольшом таком зале девочка с мужчиной можно сказать трубокомпьютерном зале да где еще серваки и все вот такие девушки зомби с ножами мы взяли такой который нам оставил фона этот какой пожарник пил да и непонятно как вообще в калорий глаз только что ножом и засадили и сразу повеселей наш обзор пошел все оживили со всем бегаем до получается глаза нет зеленые фонарики есть в огромном количестве и девушки зомби тебя просто убивают вот такой оптимистический как говорится длс вот такое дополнение которую мы всем вам советуем в любом состоянии играйте в любом состоянии проходите его потому что получите удовольствие огромное ружье мы пока не надо были стрелять пока не не может наш топором пока пользоваться ну да оставим наверное все это на на вас всегда мы все это интересно и все вкусняшки сливаем именно для подписчиков и настоящих как говорится геймер ну что я думаю здесь ели бадик омон подписывайтесь на наш канал 2 из пиборки смайл мэджик девайс старается сделать все для вас чтобы вы получали удовольствие даже вот от таких безбашенных игр всего хорошего удачи всем пока пока